В общем, всем привет! С вами я. Я не придумал, как я буду здороваться со своими подписчиками, серьёзно. И ладно, просто скажу, всем привет! С вами Сашка Пашка. Вы наверняка даже знаете без меня, что мои предыдущие видео, а особенно видео под названием Опять этот Фредди и видео, точнее, не совсем видео, точнее, это видео, но по большей части анимация про Спиринг Бонни, где он поёт песню Hiding in Sand. И вам очень сильно понравились эти видео. Я, если честно, не пойму зачем. И ладно, анимация, но самое моё первое видео, оно не казалось настолько смешным, чем самое моё последнее видео, и обязательно вы его посмотрите. Я не говорю это специально, чтобы вы начали его смотреть. Нет, оно очень смешное, и я очень сильно хочу, чтобы вы это посмотрели и тоже посмеялись вместе со мной. Для начала давайте я этим видео скажу, для чего я создал этот канал. Если честно, то я не хотел опять создавать какие-то каналы, потому что я даже не собирался, но затем что-то ударило мне в голову, и я решил выпустить это видео, и прикольно достаточно, мне нравится. Я просто до этого делал анимации в Блендере и в СФМ. Людям настолько им понравились, то что они сказали мне, слушай, а создай ты свой канал, наберёшь миллиарды просмотров? Ну, конечно, не в прямом смысле, но всё равно они говорили то, что я стану очень популярным, благодаря своими анимациями. И простите, если я буду запинаться, просто я говорю от чистого сердца с вами, без какого-либо сценария. Ну, если вы задаётесь вопросом, будет ли только один ФНАФ на этом канале, конечно же нет, ребят. Я не хочу сойти с ума только одним Фредди, потому что снимать одно и то же, знаете ли, не очень, как-то по мне. Я хочу разнообразить свой контент. Мне даже написали комментарии под названием «А будет ли контент про динозавр?» Это был мой напасник, если что. Но, да ладно, он знает то, что я люблю динозавров. И, конечно, они будут! Хамон, это же мой канал! Я даже динозавра, ну, динозавр это я, ставлю на превьюху практически к каждому видео, и это нормально. Чтобы вы понимали, я не хочу, чтобы этот канал ассоциировался с Фредди. Я хочу, чтобы этот канал ассоциировался с динозаврами. Потому что я каждый, в каждую тычку буду пердеть вам о динозаврах. Что я сейчас сказал, я сам не знаю. Говорю же, без сценария я записываю это видео. И это видео ни о чём я говорил, то, что снимаю. Просто чтобы с вами пообщаться, это видео. Просто так выражать свои внутренние чувства как-то своим подписчикам. Это достаточно прикольно. И я сейчас, когда я монтирующий, монтирующий динозаврик, который вы видите на экране, сейчас это осознаёт, и даже вот, когда вот говоришь о своих чувствах изнутри, они будто вот выползают, и как-то это, свободным от этого всего становишься или что. Иногда я просто боюсь сказать что-то не то, потому что, если я сейчас скажу что-то не то, то вы пипец как будете над этим ржать, и меня захейтят. О боже. И совершенно недавно мои видео, особенно самое моё первое видео под названием Опять этот Фредди, самая последняя анимация про Спрингвобу, где он поёт песню Хайрин Сэнд, эти оба видео набрали... Простите меня за мою ужасную грамматику, я просто с учёбы пришёл только что и озверел. В общем, эти два видео набрали 100 просмотров, и я не знаю, что сказать. Спасибо, что вы посмотрели эти видео, но я вот когда смотрю на эти цифры, становится не так уж будет приятно, но когда я смотрю комментарии, что людям нравится, становится намного приятнее, чем какие-то цифры. Потому что я не запис... У меня не канал для того, чтобы зарабатывать деньги или набрать популярность. Я создал этот канал для того, чтобы просто веселить людей, например, если есть какой-то человек в другой конце планеты, и он грустит сейчас. А вдруг он наткнётся на мой канал, посмотрит одно видео, ему становится смешно, и он захочет посмотреть ещё видео, и я его повеселю, я люблю делать людям приятно, и когда я вижу, как люди называют меня легендой, и благодарят меня, это очень приятно. В общем, следующий вопрос. Будут ли шортс-контент на канале? И сразу же говорю, нет, я шортс здесь выпускать не буду. Я не боюсь то, что меня захейтят, не подумайте. Просто, знаете, мне не нравится шортс, потому что это кажется, как будто Ютуб спёр контент у ТикТока. И это не только с Ютубом, там ВК есть, и другие приложения тоже очень сильно похожи на ТикТок. Но, когда я создавал канал на Ютубе, я не хотел делать какие-то маленькие, супермаленькие видео, которые не веселят людей. Потому что вот эти маленькие видео на Ютубе, они созданы лишь для того, чтобы добрать популярность, подписчиков и деньги. А вот веселили ли эти видео маленькие вас? Если честно, не разу меня. И простите. И если честно, то я создаю длинные видео, чтобы люди посмотрели это и поняли всё. и чтобы это было отчётливо, знаете ли, чтобы не на 2 секунды, а чтобы они посмеялись и порадовались с моих видео намного долгше, чем где-то 2-2 пару секунд. В общем, я надеюсь, вы поняли, что я хотел до вас донести. А если вы поняли, то это уже мои проблемы. Вот лично я в шортсах не вижу никакой души, потому что это просто видео, чтобы люди посмотрели, и всё, чтобы набрать популярность. В этом нет души и людей этим не веселишь. Просто люди зарабатывают на этом, это просто как работа. И появились достаточно много людей с ТикТока, что думают, что Ютуб это чисто ТикТок. И это не ТикТок, ребят. Ютуб для того, чтобы показать себя. То есть в шортсах да, люди показывают себя, но там это делают специально, чтобы заработать. Но Ютуб создался, вот изначальный слоган Ютуба был Broadcast Yourself. Показать себя, как и снаружи, то есть показать своё лицо, как и изнутри показать свои чувства и так далее. Ютуб создан для того, чтобы ты поделился своим творчеством, не бессмысленными видео, где ты просто пошутил какую-то шутку, снял скетч. Это не сейчас не про Брайан Мапса, Брайан Мапс выпускал совершенно другие скетчи, которые были смешные в своё время. Сейчас мои друзья наверняка скажут, что ты же нам постоянно скидываешь свои видео. Наверняка хочешь, чтобы мы их залайкали, все дела, ты только о лайках жажешь. Если честно, то, как я и говорил, я хочу, чтобы люди веселились моими видео, и если я скидываю вам своё видео, я хочу, чтобы вы посмотрели, посмеялись, порадовались. Если не хотите, чтобы я вам скидывал свои видео, это я к своим друзьям обращаюсь сейчас, то так уж и быть, скажите мне, я больше не буду этого делать. Просто знаете, ещё в чём проблема, то, что алгоритмы Ютуба иногда не уведомляют о новых видео, уведомления просто могут не прийти, либо прийти с опозданием. И я иногда из-за этого и тоже скидываю своё видео своим друзьям, чтобы они хотя бы заметили, то, что я всё ещё живой и до сих пор держу планку. В общем, в январе меня может не быть на этом канале некоторое время, потому что я ухожу в отпуск. Бакурьяни, да, да, детка, и я должен в снегах танцевать и на лыжах скатываться с больших горок, потому что я не в первый раз скатываюсь не на Ютубе, я имею в виду на лыжах. И вот, пожалуйста, скажите мне, скажите мне, что вы хотите видеть на этом канале, кроме динозавров, конечно же, Майнкрафта и ФНАФа? Ну, не знаю, я по Майнкрафту сейчас, наверное, не смогу снять видео, потому что я пытался один раз скачать какую-то стрёмную карту, стрёмную карту пытался скачать по Майнкрафту, но что-то перехотелось и вместо этого я решил снять видео про Фниу. Ну, потому что ну, не знаю, мне настолько нечего было снять, серьёзно, я не раз это говорил, вот про Майнкрафт вообще что-то даже душа не хотела снять, а вот Фния это кримчевая фигня, с которой можно поугарать. И вот я как бы её и снял и поугарал в самом видео про Фнию, и было мне смешно, и я сам повеселился вместе с вами, мне было весело снимать видео. я снимаю, точнее, пытаюсь снимать видео с душой. Я хочу видео снимать с душой и это пытаюсь сделать. И если вы спросите, насколько подписчиков ты покажешь своё лицо, и я скажу то, что когда я сам захочу. Не, если честно, если вы так сильно жаждете увидеть моё лицо, я его покажу, потому что стыдиться своего лица на большую аудиторию это как-то странно. Ну, твоё же лицо, что тебе сделать, назовут уродом, это наоборот уже буллинг. Если ты даже правда плохо выглядишь, это не значит то, что тебя можно всё равно назвать уродом. Если честно, большинство людей говорят то, что я наоборот симпатичный и очень креативный человек, но чисто просто так я не считаю, потому что не знаю, это как-то не про меня. Ну, конечно, это очень приятно, но как-то огромное смущение всё же приходит в мою сторону после такого. А особенно короче, в общем, пожалуйста, напишите в комментариях, по какой игре мне ещё снять видео. Главное, чтобы игра была бесплатной, потому что я ещё не настолько популярен, чтобы я платил за игры деньги. То есть, я пока что прохожу бесплатные игры, и если вы скажете, что «Ой, там вышла новая Хаги-Ваги, какая-то мини-мини», я, если честно, не разбираюсь в этом. Я только один раз рисовал Хаги-Ваги, просто персонаж понравился, а я в этом вообще не разбираюсь. Я хотя бы кое-что во ФНАФе разбираюсь, а вот в этом «Ми-ми-ми», «Ла-на-ла-на», «Миссисипи», «Мами-мами», «Хаги-Ваги», я не знаю, я в этом не разбираюсь. И если честно, то Хаги-Ваги мне неинтересен вообще. То есть как, если бы игра не стала популярной, она бы мне может быть даже и понравилась. Дело в том, то что игры, которые становятся популярны, не только игры, но и вообще что угодно, оно со временем становится какой-то стыдной и неприятной для людей, потому что если что-то становится популярным, это замечают маленькие школьники и начинают про это везде пропердоливать ушами, делают стыдные видео на Ютубе, которые набирают блин, пять просмотров, но все равно люди это замечают. И из-за этого моя вера начинает пропадать. И вера в вот этого Хаги-Ваги мими-мими уже давно пропала. Когда только вышла, точнее даже еще раньше, когда только-только начала выходить вторая глава, моя вера в Хаги-Ваги пропала. Но я очень-очень сильно уважаю разработчиков Хаги-Ваги, потому что они обращают внимание к своей аудитории и это очень хорошо. Если есть такие разработчики, это миру пипец, как повезло это вообще, потому что таких разработчиков настолько мало, а тут популярная видеоигра, между прочим, которая прославилась практически на весь мир. Вот за это огромный респект разрабам. В общем, я не знаю, что еще сказать. Возможно, в следующий раз, когда я приду с Бакуриани, я скажу, как я провел это лето, ой, лето, зиму, что я сделал, и если вы спросите, будет ли на Новый год хотя бы видео, ну, конечно же, будет. Я, если что, я отправляюсь именно в январе в Бакуриани, то есть на 31 декабря я все еще буду дома, и это не последнее видео пока что. Так что не думайте то, что я сейчас закончил. Может быть, даже завтра выйдет новое видео, а может быть, даже послезавтра выйдет новое видео. Кто знает, кто знает. Увидим. Увидим. А на этом все. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Если честно, я даже никогда не прощался на своем канале, я только заметил. В общем, спасибо, что посмотрели. Очень сильно благодарен. Пожалуйста, напишите, понравилось ли это видео или нет. Понравилось ли вам со мной говорить или же нет. Мне очень интересно, вы не представляете, как мне интересно ваше мнение. Я каждый раз читаю ваши комментарии. Мне очень нравятся ваши комментарии, я постоянно их лайкаю. Вы лучшие и, не знаю, и желаю вам успехов, здоровья, не знаю. Надеюсь, мы еще увидимся. Можете ставить лайки, можете не ставить. Мне, если честно, безразлично. Главное, чтобы я вам подарил хорошие эмоции. Ну что ж, пока.